Добрый день, ребята! Приветствую вас сегодня на торговую сессию вторника. Традиционно начинаем с анализа российской валюты. Несколько минут назад открылись торги, и мы видим, как сегодняшняя динамика также предполагает возможности ослабления курса российской валюты. Если параллельно посмотреть на динамику нефти, подскажите мне актуальные котировки по бренду 62,96. Мы видим, как нефть корректируется, это, соответственно, выступает долгожданным фактором логической слабости для российской валюты, и, в принципе, сейчас все так, как должно быть. Что касается ключевых причин, которыми сейчас нужно руководствоваться, объясняю возможности для девальвации российской валюты. Некоторое время назад мы с вами обсуждали такое понятие, как оправданные действия со стороны Центрального банка, старающегося остановить укрепление российской валюты, а поэтому повышающего стоимость фондирования посредством операции валютного РИПО. Помните, 13 апреля очередное повышение ставок по валютным кредитам, и это делалось для того, чтобы отбить охоту спекулировать посредством операции керри-трейда. Помните это или нет? Не знаю. Операции керри-трейда. Кто мне напомнит, в чем заключается их суть с российскими активами? Бережь бешевый доллар. Все верно. Все верно. Поскольку ставки на российском рынке, не будем сейчас говорить про возможность еще одного снижения, что мы ожидаем на следующей неделе. В целом, актуальные ставки официальные, это около 14%, поскольку валюту можно было занимать по скромной процентной ставке. Разумеется, инвестирование, вырученное за валюту рубли, уже на рублевые депозиты, приносило в соответствующий неплохой доход. Поэтому интересы поиграть на разнице процентных ставок был очень большой. И какое-то время именно вот это расхождение и определяли в качестве ключевой причины, оказывающей поддержку российской валюте. Для того, чтобы ограничить эти самые операции, сначала Центральный банк ударил по ним, вообще по принципу керри-трейда, сообщив о том, что повышает стоимость заимствования на внутреннем рынке посредством валютного репо, первый раз это было до 30 марта. Но поскольку это был первый шаг, повышение ставки было совсем символичное. И в целом, это практически никак не сказалось на операции керри-трейда, но, может быть, слегка снизило доходность. Следующий шаг был предпринят 13 апреля, когда ставки были подняты практически на 1,5% пункта. Это речь идет о ставках по операциям валютного репо. И в этот раз Центральный банк действительно добился своего, потому что мы видели, что это решение было принято, соответственно, накануне, 13 апреля, в пятницу. И в пятницу же, по факту этого решения, мы видели серьезное ослабление российской валюты. И буквально вчера в качестве брейки-ньюса еще одно действие Центрального банка, точно такое же, повышение стоимости заимствования и фондирования посредством операции валютного репо, а сразу на 1,5-2% пункта. Все зависит от того, на какой период бралась ликвидность, 7 дней, 28, либо год. И также вчерашняя торговая сессия, стремительное ослабление российской валюты. В целом, если даже попытаться посчитать количество пунктов и спровоцировать это на процентный фонд, получается, что вчера российская валюта, подскажите мне, с какого уровня ослабла? Вот, посмотрите, открытие, и 51,15, хорошо, и вчерашний локальный хайп по паре USD-RAP выше 53, правильно? Получается, что ослабление составило около 6, даже 7 процентов. Последний раз такая динамика наблюдалась, по-моему, в январе. В целом, это указывает на то, что сейчас интерес к операциям керри-трейда будет снижаться. Это нужно воспринимать как факт. Соответственно, интерес к рублевым активам и инвестирование в рублевые вклады также будет охлаждевать. И, соответственно, если эту логику употребить к возможностям по росту доллара, получается, что, опять же, логические предпосылки для укрепления американской валюты против нашего рублевого актива. Поэтому сейчас нужно руководиться со следующим фактом. Центральный банк, нащупав основания для того, что рубль уже слишком перекуплен, переоценен, предпринимает шаги для того, чтобы его сознательно ослабить. Поэтому, если подобные инициативы и подобные решения и действия идут со стороны российского мегарегулятора, можно сказать, что в этой игре сейчас участвует серьезный игрок, который будет двигаться к своей цели. Поэтому USDRAP у нас в самое ближайшее время, может быть, даже до конца сегодняшней торговой сессии коснется уровня 55 и, в целом, сохраняет все основания для того, чтобы двинуться к прежней цели, которая была обозначена в районе 60 против американского доллара. Если еще и нефть будет оказывать соответствующую поддержку, к примеру, как сегодня, я думаю, что эта цель будет достигнута очень даже быстро. И плюс ко всему, в самое ближайшее время, фактически на следующей неделе, мы ожидаем с вами еще один мощный инфоповод российского происхождения. Это заседание российского центрального банка и возможность снижения процентной ставки. Это также следует воспринимать как фактор ослабления курса российской валюты, тем более, если центральный банк примет решение о снижении процентной ставки не на 1%, а, может быть, даже на 2% или еще круче. То есть сейчас все располагает к продажам российской валюты и наш ориентир 60 по-прежнему фокусе внимания. Что касается нефти, вчерашняя торговая сессия по Бренту, также видели небольшой прирост. Это было в целом связано с тем, что сейчас Китай испытывает серьезные трудности и в Китае приняли решение о снижении требований по резервированию в банковской системе. Это необходимо для того, чтобы высвободить несколько сотен миллиардов долларов и создать условия для кредитования. Мы с вами еще на прошлой неделе обозначали подобные действия в качестве стимулирования китайской экономики, отметив то, что эта мера может возыметь позитивные эффекты и в целом является констатацией того, что Китай переживает серьезные трудности. Если посмотреть в качестве факторов, объясняющих вчерашнее восходящее движение нефти, то аналитики сходятся во мнении, что как раз доп. стимул со стороны Китая и выступили ключевым фактором роста Брента и WTI. Поскольку, в принципе, не вижу оснований для того, чтобы закладывать этот фактор в качестве того, который может оказывать длительный эффект поддержки для нефти, в принципе, сегодня уже с азиатской торговой сессии мы видим, как нефть испытывает трудности, я думаю, что, может быть, логика возвращается и в расположение этого актива. А если мы увидим подтверждение этого факта, значит, нефть у нас снова вернется к реализации потенциала, предполагающего коррекцию этого актива. Ближайшая цель по нефти, разумеется, уже скорректирована. Если раньше мы оперировали ценами со стороны инвестиционных банков и обозначали возможность коррекции ниже 50 долларов за баррель сейчас, учитывая то, что Брент закрепился выше 60, можно поставить более скромные цели, но они также вполне реализуемы. Поэтому по Бренту мы смотрим на возможности закрепления ниже 55. Ясно? Вопросы есть по рублю и по нефти? Хорошо, идем дальше. Европейская валюта, как я и говорил, остается сейчас одним из самых интересных активов, потому что самая актуальная тема, занимающая буквально все новостные сводки, это Греция и ее соглашение с тройкой международных корректоров, точнее отсутствие такового. Что касается Греции, давайте в целом еще раз обратим наше внимание на то, как развивается ситуация, а в целом касательно этого региона. Вы прекрасно знаете, что на прошлой неделе Международный валютный фонд отказал Греции в республиизации задолженности и отсрочке платежей, поэтому ближайшая серьезная сумма, 750 миллионов евро, должна быть погашена перед МВФ, когда я вам говорил? 12 мая, 12 мая, то есть практически уже через несколько недель. Поскольку денег нет у Греции, это тоже факт, разумеется, возникают риски касательно того, что Греция может не исполнить своих долговых обязательств. Если это случится именно так, значит для страны в формате неисполнения своих долговых обязательств это фактически признание технического дефолта. Если ситуация продолжит развиваться в таком ключе, то технический дефолт это фактически выстланная ковровая дорожка к выпадению Греции из состава валютного блока. Сейчас ключевым событием для данного противостояния является встреча Еврогруппы. 24 апреля она состоится, то есть в эту пятницу. К этому моменту Греция должна собраться с силами, проявить всю сознательность и ответственность и предоставить МВФ и Еврозоне пакет реформ, предполагающих возможное реформирование рынка труда, сокращение бюрократии в рамках государственного аппарата и наличие оснований для того, чтобы не перекрывать сверху, скажем, дешевую на самом деле для них экстренную ликвидность, оказывающую поддержку греческой финансовой системе. Напомню, что сейчас обсуждается вопрос о предоставлении очередного транша со стороны тройки международных кредиторов на сумму 7 с небольшим миллиардом евро. Поскольку договоренности с тройкой международных кредиторов нет, то есть Греция не исполняет те обязательства, которые были возложены на нее, разумеется, кредиторы не могут разблокировать этот самый транш и не могут предоставить им эти средства. Получается замкнутый круг, Греции нужны деньги для того, чтобы они исполнили свои обязательства, и эти деньги должны, вроде бы как поступить от кредиторов, кредиторы их не дают, потому что Греция не исполняет своих обязательств. В целом у нас серьезная ситуация. Если посмотреть на евро, вчерашняя торговая сессия, по факту отсутствия до сих пор предложенного пакета реформ, негатив для главного валютного риска. Вчера евро потерял около 100 пунктов. Текущая актуальная котировка по евро-доллару на каком уровне? 1,0670. 1,0670. То есть и сегодняшняя торговая сессия мы видим, как евро снижается уже с открытия. Я думаю, что все-таки буквально в самое ближайшее время мы сможем добраться до той цели, которую поставили на эту неделю, то есть тестирование поддержки на уровне 1,06. И поскольку эта ситуация по-прежнему характеризуется рисками высокой неопределенности, я думаю, что эта цель, этот ценовой ориентир сохраняет актуальность. Пока дополнительных новостей по Греции нет. Единственное, что поступают периодические комментарии со стороны представителей еврозоны, министра финансов, да и в принципе экономической общественности. Мы с вами анализировали, точнее я ознакомил вас с комментариями министра финансов Франции и Германии. Вы помните, что в принципе эти ребята предполагают возможность самого негативного сценария. Что касается инвестиционных банков, то тут хочу обратить внимание на комментарии Бин Пипа-Рипа, которые фактически также констатировали отсутствие возможности для выхода из этого тупика. То есть сейчас ситуация достигла точки кипения и больше, все больше экономистов склоняются к тому, что она, ситуация может оказаться абсолютно безвыходной. Поэтому, ребят, на этом фоне риторический вопрос, есть ли основания для покупки евро. Если вы скажете, что есть, я вас с удовольствием выслушаю. Есть ли основания для покупки евро? Нету. Верно. Значит, придерживаемся нашей цели 1.06. Разумеется, если к заседанию Еврогруппы не поступит никаких оптимистичных решений со стороны Греции, то есть по-прежнему ни пакета реформ, ни каких-то дополнительных оснований, указывающих на возможность достижения согласия и стройки международных кредиторов, я думаю, что уровень 1.06 может даже стать перевалочным пунктом, где евро покажет проторговку, а после отправится на еще более нисходящие уровни. Но пока смотрим на 1.06. Что касается другой валютной пары, USD, иена, текущая актуальная котировка, ребят, наверное, около 119,5. Точно. Вчерашняя торговая сессия мы видели, как доллар снова нащупал основания для роста. В принципе, если вернуться к прошлой пятидневке и констатировать слабые макроэкономические отчеты, можно сказать, что доллар неплохо показал себя, потому что просадка она была, но не была существенной. И сейчас мы видим, как доллар снова пытается вернуться против японского конкурента к отметке 120. Что касается факторов поддержки, то доллару такую оказал американский долговой рынок, поскольку доходности американских многолеток снова подросли, и, разумеется, спровоцировали спрос на те активы, которые номинированы в долларах. И еще дополнительный позитивный фактор для БАКСа – это комментарии со стороны одного из членов Федеральной резервной системы – ДАДЛИ, который уже не первый из голосующих членов констатирует факт того, что экономика восстанавливается, инфляция будет достигнута в плане целевых ориентиров уже к середине следующего года, может быть, даже раньше, и, в принципе, ДАДЛИ повторил слова Фишера, указывающие на то, что экономика сейчас абсолютно готова к тому, чтобы столкнуться с повышением процентных ставок, и, напротив, если временить с этим очень важным решением, можно спровоцировать пузыри, в том числе и на фондовом рынке. Очень серьезные риски, американской экономике, они нужны сейчас меньше всего. Поэтому USD и иена пользуемся, разумеется, поддержкой со стороны указанных новостных факторов, продолжаем верить в то, что ФРС может сообщить общественности о том, что ставка будет повышена в самое ближайшее время, но под самым ближайшим временем я подразумеваю, конечно же, наш ближайший ориентир – это июнь 2015 года. И в целом у нас по-прежнему упакована идея на то, что доллар и японская иена сохраняет потенциал для роста. Идем дальше. Австралийская валюта, откройте, пожалуйста, OutUSD графики. Хочу обратить ваше внимание на вчерашнюю, очень негативную для австралийца торговую сессию. Разгрузка порядка 100 пунктов, и связано это было с комментариями руководителя Резервного банка Австралии. Кто у нас руководитель? Эрба? Кто? Кин? Нет. Нет. Стивенс. Он вчера выступал на конференции в Нью-Йорке. В принципе, на этой конференции выступали руководители многих мегарегуляторов планеты. И здесь стоит сделать акцент на его комментарии о том, что австралийская экономика, и, прежде всего, Резервный банк Австралии в мае готов к чему? К снижению процентной ставки. Как только был высказан этот комментарий, австралийц сразу же потерял больше 50 пунктов буквально в моменте. И мне кажется, на фоне подобных заявлений можно обвинить Стивенсона в том, что он использует, скажем, спекуляции на валютном рынке в собственных интересах. Потому что это фактически инсайдная информация, и он пользуется властью того, чтобы вот так вот просто выкидывать ее на рынок. Мы собираемся повысить процентную ставку. То же самое он говорил и в апреле, точнее, в марте, когда мы готовились к тому, что это решение произойдет в апреле. Поэтому мы видели, как австралиец терял пункт, и потом в апреле этого решения не последовало. Вот, пожалуйста, ему дали слово в общественности, в конференции перед представителями экономической элиты, где присутствуют все инвестиционные банки, он снова заявляет о том, что экономика Австралии нуждается в дополнительных экономических стимулах и еще одном снижении процентной ставки. Думаю, что соответствующие инстанции обязательно обратят внимание на подобные вещи и не оставят это без внимания. Потому что разбрасываться вот так вот словами касательно самого серьезного курса и инструментария в рамках любого мегарегулятора непростительно и недопустимо. Для нас это в любом случае, как и для прочих спекулянтов, интересная тема по факту того, что мы, в принципе, сами готовы к тому, чтобы увидеть это решение. Мы, анализируя австралийскую экономику, нашли много фундаментальных слабых моментов, уязвимых мест, нуждающихся в поддержке со стороны как раз национального мегарегулятора. Поэтому мы с вами обозначали возможность снижения процентной ставки уже довольно-таки давно. Сейчас снова ждем май, ждем следующего заседания Резервного банка Австралии. И я думаю, что, может быть, в этот раз процентная ставка все-таки будет снижена. И если это произойдет, ребята, даже на одних только ожиданиях мы сможем достигнуть нашей цели по паре АУТ и УСД на каком уровне? 0,75. Все верно. Так, что касается другого руководителя мегарегулятора, уже Банка Канады, отметил, что как раз Стивенс выступал на конференции в Нью-Йорке. Там же состоялась спецконференция и руководителя Банка Канады, Полоза. Здесь стоит также отметить констатацию факта возможности ослабления темпов экономического расширения по причине негативной динамики на рынке сырьевых ресурсов. Полоз ожидает, что экономика столкнется с серьезными трудностями в 3 и 4 квартале 2015 года. И вот эти самые комментарии были неплохо использованы для занятия весьма амбициозных целей инвестиционным банком, точнее инвестиционной компанией IT Securities. Они обозначили возможность движения пары USDCAD к уровню 1,33. Это, ребята, круче, чем мы ставили в качестве ориентированных. Мы руководствовались 1,28 и делали натянутую ставку на то, что пасть может значение 1,30. Сейчас получается, что есть те, кто более радикально оценивают слабые ожидания по канадской экономике и ставят более амбициозные цели. Для канадца я также предполагаю возможности ослабления и, соответственно, предлагаю вам обратить внимание на эту валютную пару и на это инвестиционное решение. Ясно? Вопрос есть? Да. Артем, скажите, пожалуйста, как может повлиять индекс-попередительский цен Австралии на 1 квартал на котировки AUD-USD? Да. Хороший вопрос. В принципе, в целом я уже на него ответил, описывая перспективы австралийской экономики и перспективы австралийской валюты. Хочу, чтобы вы осознали следующий факт, что сейчас, если мы проанализируем ситуацию в разрезе всех мегарегуляторов, мы увидим то, что одной из ключевых проблем, с которой столкнулись эти самые мегарегуляторы, это очень низкая инфляция. Фактически инфляция, которая граничит уже с дефляцией. Еврозона и Япония уже борются с ней. Другие регионы очень не хотят, чтобы о снижении инфляции, которая продолжается уже на протяжении фактически полутора лет, завело этот показатель в отрицательную территорию. Если посмотреть на уровень инфляционного давления в Австралии и ожидание того, что инфляция будет снижаться, это еще один аргумент в пользу того, что необходимо задействовать дополнительные экономические стимулы, монетарное стимулирование. И этим стимулом выступает как раз возможность снижения процентной ставки. Поэтому в рамках предстоящего отчета я ожидаю еще одного снижения индекса потребительских цен как по австралийской экономике, так и по соседу Австралии и Новой Зеландии. И если это произойдет, то это, скорее всего, с 90% вероятностью спровоцирует коррекцию австралийца против основного конкурента американского доллара. Большое спасибо за вопрос, ждем дополнительных комментариев на нашем официальном канале, а Маркетс оставляйте ваши вопросы под видео. Всего доброго, до свидания.